Продлёнка на удалёнке Ага, попались! Это продлёнка на удалёнке проект телекомпании ТВ-21 и Единого волонтёрского центра. В этом проекте выступают спортсмены, артисты, учёные, кулинары, художники. Всё для того, чтобы кое-кто не скучал дома на самоизоляции. И сегодня мы пришли в гости к Насте и Диме. И они покажут суперэксперименты. Кое-что из этого можно будет сделать самостоятельно, а кое-что только в присутствии взрослых. Всё верно? Да, конечно. И прежде чем я выйду из кадра, кое-что скажу. Итак, у нас открыты комментарии. Смотрим, слушаем внимательно, потому что мы разыграем призы. Кто первый правильно ответит, тот получит подарок. Первый вопрос очень простой. Во время эксперимента Настя или Дима произнесут слово... Кодовое слово. Лимон. Как только услышали, сразу записывайте. Я услышал, это лимон. И тогда подарочек ваш какой покажу. Всё, ребята, понеслось. Отлично. Ещё раз всем привет. Я Дима, это Настя. Мы приготовили для вас эксперименты. И для того, чтобы как следует повеселиться, для начала мы будем лопать воздушные шарики. Дима, неси иголку. Иголку? Почему так банально? Может попробуем гвоздём? Давай, неси гвоздь. Не, гвоздь, наверное, тоже банально. У меня есть тысяча гвоздей. Хорошо. Давай попробуем. И где они находятся? А вот здесь наш стул с гвоздями стоит. И там их очень много, и они все очень острые. Давай попробуем. Ну что, рискнём? Давай. Так, нажимаю на гвоздики рукой. Смотрите, ничего не происходит. Странно, они вроде острые. Может быть мне сесть? Давай попробуем. Так. Не должен лопаться. Не лопается, смотрите-ка. Тут слишком много гвоздей. И вес распределяется настолько незначительно, что шарик не лопается. А один гвоздь, может это шарик волшебный? Наверное. Давай. Опа. Нет, всё-таки не волшебный. Не волшебный. Но это было слишком просто. У меня есть для тебя задачка посложнее. Какая? Чёрный шарик внутри прозрачного. Твоя задача лопнуть чёрный шар таким образом, чтобы прозрачный шарик не разрушился. Слушай, у меня есть один способ. Мы можем использовать лазерную указку. Она специальная и очень мощная. Что, будем пробовать? А это не опасно? Нет, если ты закроешь глазки, я не буду тебе в них светить. Тогда это не будет опасно. Смотри, подними шарик немножко над головой и закрой глаза, хорошо? Так, ребята, могут повторить это у себя дома? К сожалению, нет такого лазера у них дома, поэтому, скорее всего, это не получится. Давай. Получилось? Отлично. Было очень страшно. Смотрите, шарик разрушился. Он действительно как тряпочка теперь находится внутри прозрачного. Ну а этот шарик, может быть, мы тоже сможем каким-нибудь необычным способом убить. Слушай, есть еще один способ. Тоже довольно крутой. У нас есть лимоны и апельсины. Я думаю, у каждого дома они есть. У них очень крутая кожура. Она содержит специальное эфирное масло, которое разрушает структуру шарика. И мы можем с помощью обычного лимона... И что, прям лимон лопнет в воздушный шар? Да. Ну не прям лимон, смотри, у нас есть кожура. То есть, если мы соком брызнем, ничего не будет? Давай проверим. Может, сок и не получится. Если не получится, попробуем кожуру. Давай, экспериментируем. Так, опа. Смотри, ничего не разрушается. Ну тогда давай отрежем немножечко кожуры. А что содержится в кожуре? Эфирное масло. Лимонен. Угу. Так. Вот. Ой, смотрите, чуть-чуть пролилось. Но это не страшно. Не страшно, да. Теперь проверим температуру. Для этого у нас есть специальный термометр. Дим, закрывай глаза. Так. У Димы сейчас температура 35 градусов. Угу. Точно не болен. Дима, не болен. Его можно опустить в эфир. Так, 56 у нас градусов. Температура горячей воды. Так, здесь 65, даже еще горячее. И холодная у нас вода 20 градусов. 20. Отлично. Одинаково. Хорошо. Теперь очень важный момент. Для того, чтобы эксперимент сработал, важно, чтобы воды было налито немножечко с горкой в стакане. Если этой горки не будет, то эксперимент будет не совсем... Не совсем удачным. Не совсем удачным. Хорошо. И еще вам потребуется вот такая вот пленочка. Либо можно взять довольно плотный картон. Он тоже хорошо подойдет. Эту пленку мы кладем сверху на нашу чашечку с водой. А теперь, как вы думаете, могу ли я перевернуть этот стакан таким образом, чтобы вода не пролилась? Я думаю, не сможешь. Я на самом деле тоже не до конца уверена, потому что прежде чем мы начали проводить этот эксперимент, дома мы тренировались просто сотнями раз. И периодически бывает так, что этого не получается сделать. Но мы надеемся, что сейчас все получится. Ну, давай. Давай. Рискуем? Давай. Давай. Раз, два, три. И у нас получилось. Можно выдохнуть. Вода поставлена. А теперь, ребята, к вам вопрос. И вопрос к Диме. Да. Дим, ты учился в художественной школе? Да, учился. Ты знаешь, какой цвет получается, когда смешивается красный и синий? Ну, фиолетовый, я думаю. Фиолетовый. Я плохо учился. То есть ты думаешь, мы сейчас вынем пленочку, и у нас получится фиолетовый цвет. Да, получится. Я уверен прям в этом. Так, уверен. Не зеленый. Давай. Не красный. Не оранжевый. Так. Надеюсь, ребят, вы тоже уверены, что получится фиолетовый. Так, аккуратненько вынимаем пластинку. И смотрите, что происходит. Наша вода, она не смешивается. А почему так происходит? Сверху остается красная, а снизу синий. Происходит это по той причине, что горячая вода легче, чем холодная. То есть плотность молекул гораздо меньше. Вот оно что. А если мы, допустим, на холодную воду поставим горячую? Давай попробуем. Давай. Наука любит эксперименты. Может быть, теперь твой цвет появится. Давай попробуем. Раз у нас горячая вода легче, чем холодная. Давай поставим вот сюда отдельно. Так, чтобы было видно. Хочешь попробовать перевернуть? Давай. Я бы попытался это сделать. Ты не боишься? Нет. Хорошо. Главное делать это не очень резко. Смотри, пленку я прилепил. И теперь просто переворачиваю, да? Главное не трогать. Давай я сделаю это лучше сама. Да? Опять мне не доверяют, да? Я боюсь, что у нас сейчас будет здесь водное представление, поэтому давайте лучше я переверну. Хоть я и боюсь, но не боюсь. Давай. Раз, два, три. Ну вот, не получилось. Вот так вот бывает, когда ученые... Поэтому берегите ковры. Берегите ковры. Но чтобы все-таки продемонстрировать вам эффект от этого эксперимента, мы перевернем сразу на ваших глазах красную и синюю воду. Поменяем их местами. Опа. О, а теперь начало моментально окрашиваться. Все-таки не зря в художке учился. Да, смотрите, у нас стаканчик уже стал практически фиолетовый. Со временем красная и синяя вода перемешаются, и это станет равномерно фиолетовым оттенком, очень красивым и символичным. Круто, очень круто. Ну что, давай приступим к следующему эксперименту. Да, давай приступим к следующему эксперименту. Подождите, подождите секундочку. У меня есть уже правильный ответ. Да, сначала люди думали, что вата, килограмм ваты тяжелее, чем килограмм гвоздей. Но нет, друзья, нет. Это весит одинаково, килограмм и килограмм. Не важно, что вата летит как пушинка, как снежок. Килограмм есть килограмм, никуда ничего не поделаешь. И что они у нас выигрывают? Дима, видишь, я сижу разява такая. Вот, пожалуйста. Оксана, чудесный блокнотик. Вы сможете теперь записывать сюда свои гениальные мысли, или не очень гениальные. Мы знаем, что любые открытия совершаются по какому-то наваждению. Человек записывает поток мыслей, а потом перечитывает. Ух ты ж, точно. Эврика, как и сказал, кто? Архимед. Альберт Эйнштейн. Итак, следующий вопрос. Кто на него ответит правильно, тот получит подарок. Подарок от музея занимательных наук. Так, помогайте, открывайте. Я называю это просто лизун. Но это на самом деле... Тяночка, липучка. Баттер слайм. Баттер слайм это называется. Он очень классный, очень пушистый. Что с ним можно делать? Это очень приятная кинестетическая игрушка для рук. Можно релаксировать, сидеть перед телевизором, смотреть приятные мультики и вот так вот просто получать удовольствие. Я думала, что это можно в щели в окне, чтобы не дуло. Тоже возможно. Наверное, это родителям надо отдать для этого. Итак, вот эту штуковину бесконечно тянущуюся выиграет тот, кто первый ответит на вопрос. Какого цвета краснокочанная капуста? Удачи! Я тут рядом. Попытайтесь. Смотрю за комментариями. Не так уж и просто. А вопрос этот не случайный, потому что сегодня именно краснокочанная капуста поможет нам устроить химическую лабораторию. Оказывается, что совершенно необязательно нам куда-то идти в научный институт, чтобы протестировать воду на химический состав. Мы можем сделать это дома с помощью обыкновенной краснокочанной капусты. И вот сейчас я вам ее покажу. Она продается в абсолютно любом магазине. Так, да. Как ты думаешь, какого цвета эта капуста? Слушай, она, по-моему, совсем не красная. Мне так не кажется. Она больше к фиолетовому, наверное. Я тоже склоняюсь, что это фиолетово-розовая какая-то капуста. У автора названия явно были проблемы со зрительным аппаратом. Но мы все-таки узнали, что это краснокочанная капуста, и поэтому сделаем из нее отвар. Для нашего эксперимента нам потребуется вот такой вот чайничек-заварничек. Френч пресс, как он еще по-другому называется. Потребуется капуста мелко нарезанная. Мы заранее для вас ее нарезали, чтобы сейчас не стоять здесь ножом и долго не пшинковать. Дим, пожалуйста, положи мне 100 грамм капусты в этот чайник. Так, я высыпаю полностью, да? Все твои 100 грамм. Так, все 100 грамм высыпай полностью. Отлично. И эту капусту мы зальем нашим горячим раствором. Горячим раствором? А что это за горячий раствор у тебя? Это горячий раствор воды. Обыкновенная вода, ребят. Вода обыкновенная. Все, что вы видите у нас здесь в экспериментах, вы можете найти у себя дома, либо в крайнем случае в магазине. В холодильнике. И в холодильнике, да. В холодильнике. Так, и что это у нас? Чай из капусты получается? Мы делаем совершенно верно. Чай из капусты. Мы завариваем горячим кипятком капусточку. Можно сейчас френч-прессом. Зафренч-прессить эту капусту. Зафренч-прессить, чтобы было красиво. Можешь показать зрителям. Так, я думаю, видно, что... Какого цвета должна получиться наша водичка. Ну, а тем временем в два стакана мы нальем холодную воду. И чтобы состав воды различался, так как-то я не очень аккуратно это делаю, но то ну не важно. Не страшно. Мы берем пищевую соду. Она есть у каждого на кухне. Где-нибудь на полочках стоит. В один стаканчик мы кладем чайную ложку пищевой соды. Так, положили. В другой стакан мы такую же чайную ложку добавляем уксуса. Ребята, внимание. Уксус это очень опасное вещество, поэтому если вы будете проводить этот эксперимент дома, пожалуйста, делайте это под присмотром взрослых. Так, добавляем тоже чайную ложечку уксуса. В итоге у нас получается. В одном стакане раствор кислотный с уксусом. Кислота. Уксус это кислота. А в другом стакане у нас щелочной раствор, так как пищевая сода у нас едет. Рихимия, щелочная кислота, это как черное и белое в мире красок. Ну да. То есть это противоположные составы. Сейчас мы посмотрим, как отзовется на них наш красивый раствор капусты. Так, Дим, хочешь попробовать? Ну давай. Смотри, наливай буквально вот чуть-чуть вот до этой баночки, раствор капусты. Так. Он же был у нас фиолетовым. А теперь вот в этот. А здесь какой цвет получается? Это розовый. А на самом деле у нас... Подожди сюда, можно? Сюда можно не наливать. Ну хорошо. Но с другой стороны... Давай чуть-чуть нальем себе. Сделать еще один стаканчик, чтобы у нас было сравнение, возможности сравнения. Смотрите, истинный раствор. У нас фиолетовый. При кислотной среде раствор превращается в такой розовый, красивый, как фламинго. А при щелочной он у нас становится голубым. А что будет, если слить эти два раствора? Как ты думаешь, Дим? Давай попробуем. Но из курса химии я помню, что щелочи и кислота должны нейтрализовать друг друга. Так, попробуем. Это значит, что они должны стать либо прозрачными, либо такого же цвета, как они были изначально. Фиолетового. Беру два стаканчика и начинаю их сливать в один. Смотри, как шипит. Но кроме того, что наш стакан приобрел пузырьки, как газированная вода, да? Идет у нас реакция нейтрализации с выделением кислорода. А эту воду пить можно? Которая у нас сейчас нейтрализованная? Я очень не рекомендую пить воду для химических экспериментов. Все-таки мы добавляли туда серьезные такие щелочи и кислоты, которые совершенно непригодны для употребления внутрь в таком большом количестве. Ну, хорошо, тогда пусть родители знают об этом. Ну, а теперь... Так, и у нас есть правильный ответ. Итак, Оля Дупровина, вы правильно ответили на вопрос. Конечно же, краснокочанная капуста совсем не красная. Я даже не знаю, кому это пришло в голову. Она вот такого яркого фиолетового цвета. И вот этот вот странный лизун, вон он у меня там в коробочке лежит, он ваш, после трансляции я скажу, как его забрать. Так, и у нас еще осталось время, чтобы подарить несколько интересных экспериментов. Покажете? Да. Да, давайте. Начнем с одного очень крутого, но опасного в то же время эксперимента, который стоит проводить только в присутствии родителей. Называется он «Фараоновый змей». Для него нам понадобится какое-нибудь блюдечко, тарелочка, сухой спирт. Он очень хорошо горит, и его используют, когда входят в поход. Так, нам нужна всего одна таблетка, нам ее достаточно. Можно подстраховать себя? Подстраховать? Да. Нет, у меня все в порядке, все схвачено. Мы его просто кладем на тарелочку. И второй у нас компонент – это глюканат кальция. Он служит у нас для укрепления костей, это просто обычные таблетки, которые продаются в каждой аптеке. А глюканат кальция лучше бабушкам или детям кушать? И детям, и бабушкам. Всем нужно костю укреплять. Ты рекомендуешь всем? Так, теперь нам нужно поджечь спирт. Об этом нужно нам попросить родителей. Так. Он загорается? Да, отлично он загорелся. Ой, как красиво. Мы сейчас его еще немножечко более равномерно подожжем, чтобы он целиком загорелся. Так, теперь мы берем нашу таблетку глюканата кальция и аккуратно пинцезиком или ножницами, чем вам удобно будет ее схватить. Лучше об этом попросить родителей, конечно. Кладем на нашу таблетку спирта. Для наглядности мы можем положить еще и вторую таблетку. Теперь остается лишь немного подождать, и из этих таблеток начнут вырастать пепельные змей такие. Вот, сейчас нужно немножечко понаблюдать. Какая красота! Еще одну положить, я думаю. Слушай, а почему они растут? У нас в результате горения нашего кальция происходит особенная химическая реакция, которая, по сути, разлагает эти таблетки на некоторые составляющие. Вот, и поэтому они превращаются в вот таких вот красивых змей. То похоже на лаву. На лаву? Да. Да, думаю, это, кстати, и на лаву тоже похоже. И много таких таблеток можно положить на одну спиртовую таблетку? Какая у тебя площадь спиртовой таблетки выдержит? Они вырастают высокими? Они растут больше в длину, по сути. В ширину, то есть в высоту, как бы у них мало места, куда расти, а они просто начнут падать. Как ты сказала, они называются фараоновые? Фараоновые змеи, да. И не случайно, они сильно похожи на змеи, да? Такие извиваются. Очень красиво. Я бы даже сказал, что это такой змей-горыныч. Смотри, они всё ещё продолжают вытягиваться в длину. Ну, я думаю, мы можем на этом наш эксперимент закончить, чтобы они у нас не выросли до конца. И сегодня мы проведём для вас ещё один эксперимент. Так, нам понадобится крахмал. Но прежде чем мы его проведём, давайте погасим свечу, которая у нас горит таким ярким пламенем. Дим, подожди, объясни, давайте объясним, каким образом ты будешь гасить огонь. Хорошо, давай. Смотрите, спиртовая таблетка, её довольно трудно погасить, просто подув на неё. Поэтому мы просто накроем её стаканчиком, чтобы перекрыть ей доступ к кислороду. Тогда у нас реакция горения прекратится. Вот и всё. И всё так быстро? Да, так быстро. То есть не нужно дуть, да, на эту свечу? Нет, нет, нет. Не нужно пытаться... А если ты подуешь, что погаснет? Обычно вот на свечке на торте, когда мы стоим, мы же дуем. Почему мы дуем, если нужно прекратить горение? Ну, свечке проще потушить, а спирт, он имеет несколько другую структуру. Поэтому его потушить будет быстрее вот именно таким способом. Хорошо, то есть дуть не нужно на спирт. Ну а сейчас у нас снова химический эксперимент. И мы в этом эксперименте покажем, что не обязательно два цвета смешиваясь дают какую-то очевидную палитру. То есть здесь было понятно розовый и синий. Тим, покажи. Вот, синенький. Розовый и синий у нас получился фиолетовый. Я бы, кстати, еще немножко отдалить даже. В эксперименте с водой у нас тоже, мы синий и красный смешивали, тоже получился фиолетовый. Оказывается, не все так просто в мире химии. Не всегда получаются очевидные цвета. Сейчас мы с вами попробуем сделать два раствора. Для этого эксперимента нам потребуется... Крахмал. Крахмал. Мы берем две чайные ложки крахмала. Так, положим сюда. Так, также нам понадобится аскорбиновая кислота. Так, аскорбиновая кислота. Пока что ничего никуда ее не кладем. Я полностью доверяю ее тебе. Хорошо. Да, аскорбиновая кислота выглядит вот так вот. Она в таблетках обычно находится. Но мы для нашего эксперимента немножечко ее уже натерли, поломали ложкой, чтобы она быстрее взаимодействовала с нашими растворами. В крахмал мы добавляем воды. Так, сколько мне ее нужно добавлять? Так, можно еще чуть-чуть добавить? Чуть-чуть? Хорошо. Во второй стаканчик мы тоже добавляем воды, но желательно этот эксперимент делать с теплой водой. Если ваша вода теплая, реакция будет идти быстрее. Так, добавим сюда. Я вообще думаю, крахмал есть у каждого на кухне, поэтому, в принципе, его несложно будет найти и повторить этот эксперимент в домашних условиях. Тем более, этот эксперимент можно провести даже без родителей, потому что он ни капли не опасный. А теперь посмотрите, как это ни капли не опасно. У нас уксус там, Дима. Уксус? Да. Пищевой уксус, да, опасный. Ладно, тогда мы доверимся нашим родителям. Хорошо. Сейчас мы добавим немножечко йода в наш стакан. Чтобы он окрасился в такой симпатичный цвет. Так, я пока его немножечко помешаю. Так. Угу. Так, что мы будем дальше делать? Мы добавляем чуть-чуть уксуса. Пока что еще фактически ничего такого не происходит. Самое интересное у нас произойдет вот сейчас. Мы берем аскорбинку, добавляем ее в наш стаканчик. Буквально пол чайной ложечки. Смотрите, что происходит. Буквально на ваших глазах раствор стал прозрачный. И теперь мы начнем все это дело смешивать. Но прежде чем приступить, нам потребуется еще и перекись водорода. Здесь все очень сложно с точки зрения химии. Мы немножечко добавим в крахмальный стакан, чтобы у нас начала протекать наша химическая реакция. Так, перекись водорода добавили. Ладно, не немножечко я вам приврал. Ну а теперь мы начнем перемешивать эти две жидкости. Мы будем их перемешивать, переливая из одного стакана в другой, да? Совершенно верно. Так. Отлично. Чтобы у нас Так. Желательно делать это где-нибудь в ванной. Да, но у нас здесь получается затоп, конечно же. Смотрите, фишка этого эксперимента следующая. В какой-то момент времени переливания белый цвет резко превратится в черный. Поэтому советуем вам повнимательнее смотреть и можете написать насколько быстро эта жидкость стала черной. Если вы вообще это заметите. Так, вы это заметите, конечно, заметите. Но нам нужно подождать. Почему мы ждем? Оказывается, что у нас идет постоянная борьба между щелочью и кислотой, а также крахмалом, который содержится в нашем первом стаканчике. Так вот, как оно работает. Как только у нас кислотная реакция превысит щелочную, стаканчик резко потемнее. Так. Так, смотри аккуратнее, а то мы и так уже весь стол залили с тобой. Так, хорошо. Смотри, вот сейчас уже очень-очень скоро я вижу по оттенку, который начал изменяться. Он уже такой оттенок топленого молока получается у нас. Да, здесь бывает, что немножечко есть некоторая задержка. А я смотрю, кто же из наших зрителей первый заметит, что вода стала черной. По мне, так она уже серая, как будто кто-то вымыл грязные руки. И вот обычно, когда моешь грязные руки, потом вот такого цвета вода. Сейчас она резко изменится. Вот уже, смотрите, на подходе. Сейчас вы увидите просто волшебное превращение. Так, ну давай, Лей. Да, буквально в ближайшие секунды что-то произойдет. Нет, нет. Еще не происходит. Маш, ты так думаешь? Я вижу, что темнеет, но это не черный цвет. Мои глаза, что же, они меня обманывают? Мне кажется, да. Ой, вот уже что-то похоже. Смотрите, темнее. Так, советуем сейчас смотреть прям очень внимательно, потому что можно пропустить какого-то серого бурмалинового в крапинку. Так. О, теперь похоже на какой-то черничный коктейль. Так, а если мы еще немножко помним? Так, так, так. Темнеет, Оксана, подыхла все правильно. Вот кто у нас самый глазастый, Ирина Веронова. Наконец, крагмал взял свое. Отлично. Да, это у нас обычная домашняя химия, которую, в принципе, можно повторить. И у нас было два белых стакана, насколько вы помните. Сейчас у нас один стакан с такой черной неприятной жижей. Мог ты угадать, что такой цвет получится? Честно говоря, нет. Я так не думал. Так, еще раз для меня, потому что я не очень хорошо соображаю в химии. Почему так получилось? Так получилось из-за перевешивания химической реакции, которая связана с крахмалом. Как вы знаете, если крахмал смешать с йодом, у нас пойдет потемнение, идет окисление. Но в случае, когда мы добавили аскорбиновую кислоту, аскорбиновая кислота постоянно обесцвечивала йод, и в какой-то момент она уже не смогла это сделать. То есть она иссякла, она закончилась в нашем растворе. Если мы на картошку, кстати, капнем йода, у нас, кстати, вот тоже он будет, картошка, немножко темнеть, потому что в ней тоже содержится крахмал. Все очень сложно. Я поняла, что грязные руки здесь ни при чем. Но лучше все равно мыть. Очень хорошо. Есть еще что-нибудь? Или это все на сегодня? Я думаю, на сегодня у нас все. Это у нас была достаточно насыщенная программа экспериментов, которые каждый, в принципе, может провести дома, кроме одного с лазером, пожалуй. Потому что такой лазер не достать. Ну, конечно, пищевой уксус. Вы можете это проведите дома просто на присмотре родителей. И так. Это была серия занимательных экспериментов от Насти и Димы. Это несерьезные ученые из музея занимательной науки. Да, совершенно верно. Когда закончится режим самоизоляции, можете смело приходить сюда в гости. Здесь вам разрешат делать все, что угодно. Я правильно понимаю? Никаких ограничений. Здесь можно все трогать, совсем экспериментировать, кричаться в разные эксперименты. Вот так делать не нужно, а здесь, пожалуйста. И завтра мы встречаемся в 15 часов продленки на удаленке. Там у нас будут кулинарные эксперименты. Мы там будем готовить сладкое, много сладкого. Родителям говорить об этом не нужно, потому что все, что мы приготовим, прямо там мы и съедим. Все. Пока-пока. Продленка на удаленке. Мастер-классы от известных артистов, художников, спортсменов и кулинаров Заполярья. По будням в 15 часов. Трансляции в официальной группе ВКонтакте телекомпании ТВ-21. Подключай и не скучай. Субтитры создавал DimaTorzok